довольно таки необычная находка 386 в таком конкретно поржавевшим корпусе здесь меня поставлен не менее поржавевшийся и привод на морде отсутствует панелька дисковода в принципе дисковод здесь закрепить никаким образом нельзя потому что скраперы просто выдрали 3-дюймовый отсек который находился вот здесь и выдрали одновременно одну из стенок 5-дюймового отсека то есть сиди привод болтается только на этой стороне что у меня здесь есть ну так как установить не дисковод не жесткий диск сюда невозможно машина грузится с компакт-флешки на 512 мегабайт которая воткнута в мультикарту через переходник с компакт-флеш на идее ну и так как это разъем папа воткнуть сюда шлейф невозможно поэтому сиди привод у меня по идее никак не подключен подключена только аудио составляющих звуковой карте это у меня sound blaster 16 не plug and play на я версия это так где все адреса надо выставлять перемычками видеокарта trident 9000 на если я ничего не путаю с 512 килобайтами видеопамяти на самой материнке под блоком питания находится 4 sim модуля 30 контактных по мегабайту то есть здесь всего 4 мегабайта оперативной памяти это настолько мало что здесь толком даже не запустить вульфенштейн этом компьютер у меня используется как две вещи как midi player player для сиди и как электронная пишущая машинка потому что время от времени мне хочется ради ностальгии попечатать на старом компьютере он создает определенное настроение я напечатал на нем рассказ про постапокалиптическое будущее где пережившие ядерную войну находят старые компьютеры брошенные в примерно таком же состоянии и останавливают их и ими пользуются ну конечно посмотреть на реальную вещь интереснее чем сто раз об этом прочитать корпус такой конкретно поржавевший особенно снаружи блок питания хранился отдельно на нем тоже есть следы ржавчины особенно поржавел вот этот угол который находится здесь но как ни странно это один из самых надежных ретро компьютеров моей коллекции потому что я полностью заменил конденсаторы в блоке питания и на материнской плате когда у той начались ошибки с памятью причем не каждый раз в одном и том же месте что скорее всего означало бы косяк именно с самими сим плашками а каждый раз новом месте началось что-то якобы сыпаться ну и сразу стало понятно что это проблема по питанию я просто взял и заменил все конденсаторы вообще каждая из железок которые ко мне попадали была в нерабочем состоянии весь этот компьютер собран из сломанных деталей не считая сиди привода и звуковой карты на мультикарте не работали ни контроллер дисковода и контроллер периферии который был в одной микросхеме не контроллер иде который был представлен другой микросхемой я так подумал как может не работать сразу оба контроллера что могло так сдохнуть чтобы отказала вообще все посмотрел обнаружил кварцевый резонатор который задавал тактовую частоту для того и другого контроллера заменил его и на мое счастье я угадал заработала мультикарта с видюха еще все интереснее было она ко мне попала с половиной памяти причем обе микросхемы были развернуты на 180 градусов воткнуты наоборот соответственно они были горелые потому что питание пошло не туда я заменил эти две микросхемы но в итоге ничего кроме артефактов видюха мне не показывала пока до меня не дошло достать еще две микросхемы и воткнуть их в два оставшихся сокета не тогда у меня видеокарта стала показывать нормально то есть остальные два сокета это не для апгрейда памяти а без них в принципе видеокарта не работает и сама материнка тоже очень сильно пострадала если приглядеться вот здесь вот находится довольно стандартная для теперешних компьютеров батарейка круглая вместо нее стоял жуткий ужасный бочонок варта это никель кадмиева или никель металл гидридная не помню точно батарейка которая должна подзаряжаться иначе она начинает конкретно течь и при этом уничтожает все вокруг себя с на этой материнке полностью съедены дорожки идущие от контроллера клавиатуры к самому разъему клавиатуры поэтому мне пришлось их пробросить проводами причем первый раз я пробросил их не экранированным проводом и в итоге у меня было огромное количество косяков если что-то пытался печатать с клавиатуры после чего я взял и пробросил два экранированных провода от антенны и теперь уже ошибок при наборе практически не появляется вот машина полностью рабочая сейчас я закручу и попробую ее показать в рабочем состоянии ну и плюс здесь у меня стоит вернее лежит на боку сейчас монитор который я буду с этой машины использовать он немножечко не подходит по времени это у меня комодоровский монохромный монитор тоже вега моно вега с абсолютным минимумом ножек из-за чего в принципе этот разъем можно воткнуть вверх ногами вот сожалению мониторчик не просто желтый он очень сильно пострадал от ультрафиолетового излучения так что пластик на нем очень-очень хрупкий если приглядеться здесь есть две огромные трещины которые идут через всю подставку через каждое ребро жесткости я заливал их клеем но через некоторое время отреснуло в другом месте прямо рядом с первой трещины что означает что пластик уже просто настолько хрупкий что он не может поддерживать вес самого монитора поэтому отбеливать этот пластик я смысла не вижу так как этого во первых операции делают пластик еще более хрупким во вторых он все равно через некоторое время развалится но монитор как ни странно довольно неплохо показывает ну что собственно я сейчас и продемонстрирую ах да чуть не забыл еще одну важную вещь я думаю кто-то глазастый уже успел заметить здесь usb которого на 386 быть не может так как usb как стандарт был впущен в народ в 1996 году то есть даже после выхода windows 95 в эпоху пентиумов то есть ни на одной материнской плате 486 даже вышедший в то же самое время с одновременно с пентиумами на которой есть pci разъемы usb нигде нет ну естественно исашных карточек usb как таковых не существует но китайцы в свое время их сделали причем уже в двухтысячных сейчас я постараюсь вытащить контроллер и показать его этот наполовину самодельный то есть он использует платку для arduino 8-битный usb контроллер предназначенный исключительно для флешек то есть принтер клавиатуру мышь через него может быть и можно подключить но драйвера придется писать с нуля а вот драйвер для флешек китайцы написали здесь всего две микросхемы короче 74 серии 138 139 для выбора адреса здесь у меня стоит перемычка и драйвер просто при загрузке запускается есть версия этих же контроллера загрузочная с флешками но у меня здесь флешка не запаяна не установлена то есть чтоб грузиться естественно bios 386 и более старых компов знать не знает что такое флешки как с них можно грузиться поэтому для них требуется дополнительное расширение bios а и естественно это делается дополнительной микросхемой который конкретно на вот этом экземпляре не запаян у меня где-то 5 подобных контроллеров некоторые запаяны нормально то есть там была куплена микросхема поверхностного монтажа и припаяна на саму плату этот вариант такая get to версия где взята другая плата и просто поверхностному место поверхностного монтажа все привешено на проводках но работает естественно работает только один из двух разъемов usb для второго надо делать еще вторую платку вешать дополнительную мне не надо я использую usb только для переноса информации туда и обратно в мониторе отражается моё мучное пузо попробуем его включить практически бесшумная машинка memory test вот как раз здесь у меня и раньше появлялись ошибки до замены конденсаторов на материнской плате до 6 до 2 если я не ошибаюсь вот он драйвер для так это для саундбластера попробуем воткнуть флешку сзади не очень хорошо вижу что я делаю и диск д это флешка это не сидюк сиюк не подключен это флешкой попробуем сейчас на него что-нибудь даже скопировать ну например 1xz кип эксперимента старый набор на паскале об скопировалась вот он 1xz здесь возможность переносить информацию в одну сторону и в другую здесь есть несколько интересных довольно таки дэмок если я найду конкретно ту которая да я снимаю так бог его знает здесь куча старых дэмок ладно не буду сейчас пока ничего воспроизводить для этого пожалуй отдельное видео будет попробуем сидюк колонки тоже найдены непонятно где и полуживые поэтому смогу я сейчас что-то воспроизвести или нет это еще тот вопрос лампочка моргает звука нет вещица которая сейчас играет не за копирайчина вернее автором музыки можно наверное назвать меня она набита в старом-старом музыкальном редакторе dance машина в 2003 году в 2014 тогда был добавлен вокал набитый в вокалоиде делалось это все естественно иронично ну такая вот интересная попса получилась в результате ничего серьезного то есть такая хреновая электронная музыка более того я скажу что этот альбом так и называется хреновая электронная музыка или сокращенно хэм отпечатано на заводской штамповке опять же иронично выложил на это пол зарплаты в свое время большая часть тиража а их там порядка двухсот копий лежит у меня дома вот так вот я веселюсь время от времени просто чтобы не сойти с ума глядя в окно это если что весна между прочим 8 марта то есть в сибири в омске ждать когда что-то станет нормально когда можно будет нормально выходить на улицу не боясь замерзнуть придется еще где-то месяц может даже больше вот такая вот короткая демонстрация одного из моих компьютеров позже сниму видео еще по тем машинам на которых я писал эту музыку которая сейчас играла никаких игрушек здесь нет но я в принципе в игры и не играю поэтому от меня видео с играми ждать не стоит спасибо за просмотр спасибо за просмотр